Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 19 октября, вторник. Так быстро пролетело время. Вот эти три дня, которые мы обуславливали для проведения конкурса, быстро прошли. Я видео выкладывала в пятницу вечером, суббота вечером один день, в воскресенье вечером два дня, в понедельник вечером три дня. Ровно три дня прошло. Мы сейчас будем вот этим райдомайзером искать победителя, который получит приз растительную палатку фирмы Марс Гидро. Меня поправили, что надо говорить не Гидро, а Гидро, но я не знала, потому что ни разу не слышала этого названия. Вот смотрите, это второй уже розыгрыш с таким скрупным призом. Если вообще считать, то третий. Первый раз разыгрывалась лампа. Ее благополучно получила наша зрительница постоянная, пенсионерка Надежда Щетинкина. Все, как мы хотели, так и получилось. Как зрители желали видеть пенсионерку в победителях и мою подписчицу. Второй розыгрыш был розыгрыш семян. Тоже разыграли. Вот сегодня я принимаю... В субботу-воскресенье не работала с письмами. Сегодня перечитываю письма. Я уже вижу, от победителей этого конкурса приходят письма. Буду писать им сейчас ответы. И третий конкурс с самым большим, самым дорогостоящим призом. Это, конечно, мечта огородника растительная палатка. Я много времени занимать не буду. Сейчас выключу камеру. Мы пойдем включим райдомайзер с Катей и будем искать победителя. Держите за себя кулачки. Выбор победителя уже у нас отработан, потому что это третий конкурс. Перед этим вот лампа разыгрывалась, потом семена. Мне нужна ссылка на видео о розыгрыше. Так, вот я сейчас спущусь. Прошло три дня. Девятнадцатое пролистываем, восемнадцатое пролистываем. О, прошло три дня. Что-то уже так много накидала я видеороликов. А вот розыгрыш. Так, я сейчас выбираю копировать ссылку на видео и возьму ее. Вот я пустой листок заранее уже приготовила, чтобы сюда скопировать и ни с чем эту ссылку не спутать. Сейчас я ее должна взять и понести. Вот на эту я заранее тоже открыла, чтобы время не терять ваше. Райдамайзер для определения победителей конкурсов на YouTube. Тут все очень быстро делается. Только вставите все. Ну, все. Молитесь, кто хочет выиграть. Конечно, хотелось бы, чтобы наши постоянные, кто самый преданный, зритель выиграет. Но тут уже все быстро очень нашлось. Наш победитель Марина Савинова. Здравствуйте. Очень нужна палатка морское дро 150-150 на 200. Желаю всем удачи в розыгрыше. Я сейчас постараюсь побыстрее найти ее комментарий. Но даже если я этот поиск, как у меня затянется, я найду его не скоро. Вот, посмотрев эту первую минуту, уже человек понял, что он выиграл. И сразу говорю, что вам нужно написать, под этим видео будет адрес моей электронной почты, вам нужно написать такое коротенькое сообщение, что я победила в розыгрыше на палатку, прислать приз по такому-то адресу. Все. Вот и комментарии нашли и не очень долго искали. Все хорошо. Ну вот, теперь мы узнали все имя нашего победителя, нашего счастливчика. Но я хочу всем другим сказать, чтобы вы не расстраивались, не отчаивались. Это же игра, как розыгрыш. Это игра, это лотерея. Сейчас не повезло, повезет в следующий раз. Смотрите, я надеюсь, у нас была договоренность с Марсом Гидро, что будет сначала палатка, потом еще будет лампа. И вот после переговоров с производителем я узнаю и точно вам скажу, что, возможно, в следующий розыгрыш будем разыгрывать лампу. Это, конечно, все зависит от меня, как вы понимаете. Чем чаще я показываю вот эту палатку и показываю, как растут там хорошо растения, тем больше у него возникает желание что-то подарить нам, моим зрителям, на приз. Но, если честно, показывать эту палатку я даже и так показывала, без просьбы производителя, потому что действительно в ней растет все, как на дрожжах. Вот смотрите, вот эти самые черные бедра, которые я купила, помните, говорила, что увидела у них на сайте, что помидоры растут в черных бедрах, и для каждой помидорки я купила по черному ведру. Но до того, как я буду высаживать помидоры, тут еще успели у меня вырызть. Вот здесь урожай салата сниму, здесь урожай редиски сниму, а помидорки, которые ждут в своей очереди, я же заняла их в ней ведерки, они, смотрите, какие выросли. И мне интересно, прям, ну, вроде зимний период, там же вообще нет солнечного освещения, помидоры такие крепыши, прям толстенькие, рассада, прям такая коренастая, уже цветочный бутончик, и действительно в палатке все растет хорошо. Я не говорю уж о салатах, я уже во много раз показывала всем салаты. Это салаты, это что-то, это какой-то мхом вот так все покрылось, все у меня выросло. Поэтому я и так с удовольствием показываю все свои растения, рассказываю всем, как оно растет, как оно цветет. Сейчас еще будем сеять зелень, вот, для встречи Нового года, год быка же, будем высаживать зелень, сеять много травы, будем косить, потом ее в стоги складывать, делать такие красочные праздничные блюда. Конечно, у меня и на окошке будет расти, но у меня вот эта северная сторона, тут вообще без света ничего не растет, но у меня большая часть будет расти в растительной палатке, и посмотрите, какие там растут растения. Все, смотрите, самое главное, не нужно расстраиваться тем, кто и сегодня не выиграл. Я постараюсь, приложу все свои усилия, буду рассказывать и рассказывать об этих растительных палатках, чтобы, возможно, сподвигнуть производителей этих палаток, еще нам выделить какую-то палатку, чтобы еще на одного счастливого огородника было больше. Ну, а вообще, конечно, розыгрыш, любой розыгрыш, это игра. Кому-то повезет, кому-то нет. Ясно, что такая большая компания, а счастливчик будет всего один. Ну, не воспринимайте это как игру. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. А кто выиграл, надо прыгать до потолка и радоваться, что у вас теперь есть такая палатка. Все, до свидания. Я надеюсь, следующий розыгрыш лампы будет не за горами. Но вот эту неделю мы будем еще отдыхать. Сейчас я буду списываться с победителем конкурса, буду высылать адрес производителю палатки, чтобы он высылал. Вот когда он получит палатку, тогда мы начнем розыгрыш лампы, потому что будет неудобно, голословно начать розыгрыш лампы, а предыдущий победитель еще не получил свой приз. Вот я начала розыгрыш палатки только тогда, когда Надежда Щетинкина получила точно свою лампу, чтобы мне перед вами не опростоволоситься, не выглядеть такой пустословым, короче. Все, ждем, когда нам дадут отмашку на розыгрыш лампы. До свидания. Продолжение следует...